Здравствуйте дорогие друзья! На связи Димон. Я снова рад вас приветствовать на сайте jumelamix.ru. В сегодняшнем видео уроке я хотел бы поговорить, как с помощью стандартных расширений Jumel можно организовать рекламные инструменты у вас на сайте, которые будут состоять из баннерного блока и блока рекламных ссылок. Ну что такое баннеры я вам рассказывать не буду, все прекрасно понимают, что это графические изображения, воплощение той или иной рекламы. Хорошим плюсом является то, что в Jumel специально для этих целей есть расширение, это компоненты модуль, позволяющий как раз разместить баннеры у себя на страницах. Ну давайте перейдем в административный раздел нашего демо сайта и начнем создавать наши баннеры на сайте. Итак, перейдем во вкладку компоненты и выберем вкладочку баннеры. У нас открылся менеджер баннеров. Здесь мы видим три рабочие вкладки, это баннеры, клиенты и категории. С ними мы и познакомимся. Итак, перейдем на вкладочку клиенты и создадим нового клиента. Для чего это нужно? Новый клиент нужен как бы сгруппировать. Все категории, которые мы рассмотрим позже, будут объединяться по клиенту. Но клиент, как правило, может быть один. Мы его сделаем одним. У нас будет админ, вы можете указать. Своего, любого, да, клиента. И укажем контактный юмор. Вот, к примеру, такой. Также можно указать описание, но это не важно. Сохраняем. В списке клиентов у нас как раз появился админ. Теперь перейдем на вкладочку категории. Создадим категорию для наших баннеров. Для чего нужна категория? В категории объединяются баннеры, да, схожие, так скажем, по месту расположения. То бишь, другими словами, если мы, к примеру, на сайте хотим разместить три баннера справа, да, и чтобы они при каждом обновлении страницы менялись, да, то их надо запихнуть в один модуль, три баннера, и в одно положение. Чтобы запихнуть их в один модуль, их надо объединить в одной категории. Поэтому для наших демо-баннеров мы создадим категорию, которая будет называться баннеры. Нажимаем создать, пишем заголовок баннеры, пишем псевдонимы. Опубликовано, да, дальнейшие настройки вам известны, можете с ними поэкспериментировать, но они не столь важны. Нажимаем сохранить. В списке категорий у нас появилась первая категория, которая называется баннеры. Теперь переходим на вкладочку баннеры и видим, что у нас пока здесь нет ни одного баннера, но надо, сейчас мы будем создавать. Но перед этим сразу хочу отметить, что данный компонент все баннеры берет из папочки баннер, с которой находятся в директории нашего сайта. Поэтому я подготовил перед уроком три демо-баннера. Мы их сейчас вырежем и вставим в директорию нашего сайта, папочка имеш, папочка баннер. Сюда вставляем. Вот они три появились. Возвращаемся в административный раздел и создаем первый баннер. Кнопочка создать. Указываем имя, да? Имя будет у нас баннер номер один. Псевдоним такой же, да? Баннер один. Показать баннер, да? Порядок показа пока пропустим. Говорим попозже об этом поле. Выбираем категорию баннера. Выбираем клиент админ. Показов заказано. Здесь можно указать число показов. После достижения указанного числа показов, баннер будет отключаться. Больше не будет показываться. Здесь указываем непосредственно URL клика. Давайте, к примеру, выберем Яндекс. Здесь можно также указать пользуясь код баннера, но мы об этом поговорим чуть позже. И самое главное, выбираем картинку. Выбираем картинку. Как мы видим, вот они появились. Баннер один, баннер два, баннер три. Сразу эта картинка отображается, то бишь наш баннер видно. Сохраняем. В списке баннеров мы видим, что появился баннер номер один. Также хочу обратить внимание, его по умолчанию занимает порядок один. И соответственно, при загрузке он будет показываться первым. Также хочу обратить внимание, что есть такие поля, как количество показов, то бишь при каждом обновлении страницы, при каждом просмотре, да, то счетчик от нуля будет расти. И клики. Сколько совершено кликов по данному баннеру. И процентное соотношение кликов к показам. Здесь все ясно. Теперь давайте создадим еще два баннера. Я пока нажму на паузу, чтобы не удлинять видео урок. Итак, я создал три баннера в категории баннера. Теперь для нашей категории баннера надо создать непосредственно модуль, который будет отображать эти баннеры у нас на веб-странице. Доходим расширение менеджера модулей. Нажимаем кнопочку «Создать новый». В появившемся списке мы видим, что есть модуль, предназначенный специально для отображения баннера. Выбираем его. Пишем заголовок. Пусть будет баннера, да. Заголовок показывать не будем. Включаем его. Теперь стоит выбрать позицию. Позицию для нашего модуля я предлагаю определить, так как у нас баннеры горизонтально вытянутые, то категорию «Footer». Выбираем позицию «Footer». Теперь выбираем «Открыть ссылку в новом окне», в том же окне. Как правило, ставим в новом окне с навигацией, да. Количество баннеров, которое может отображаться сразу, да. Мы ставим единицу. Потом этот параметр поменяем и посмотрим изменения. Клиент баннера «Админ». И выбираем ту самую категорию, в которой находятся наши три демо баннера, чтобы она отображалась в этом модуле. Искать по тегам. Оставляем этот параметр, не трогаем. И также можно выбрать, как показывать баннеры. По порядку, то бишь, по ID, как они находятся в списке у нас, да. Или случайным образом. Выбираем случайным образом. Можно также указать текст заголовка, но об этом мы поговорим чуть позже, когда будем создавать рекламные ссылки. Расширенные параметры оставляем по умолчанию. Итак, нажимаем «Применить». Возвращаемся на нашу главную страницу. Обновляем ее. И видим, что внизу у нас появился баннер номер один. И хочу сразу обратить внимание, что внизу, если вы видите, да, то ссылка не читается, да. То бишь, вы если помните, у нас Яндекс был, да. Вот нажмем. Нас перебрасывает на стартовую страницу Яндекса. Но внизу, как мы видим, здесь нету отображения, что баннер ведет именно на Яндекс, да. Вот здесь, вот внизу. Видите? Здесь компонент, баннер, клик и так далее. Поэтому, чем это хорошо? То бишь, если, так скажем, присутствует эффект редиректа. В том плане, некоторые люди, чтобы не переходить по баннеру, не платить там, допустим, за клик, или не становиться вашим рефералом, в зависимости от того, что вы рекламируете, обычно копируют ссылку, да, сохранить ссылку, как и уже обрезают ее, и заходят по ней, минуя ваш клик, так скажем. Но здесь такая проблема сразу отпадает. Итак, ясно. Давайте поиграемся с настройками, к примеру, количество, да, укажем 2. Нажмем применить, главная страница, обновляем, и видим, что у нас сразу показываются 2 баннера, да, 1, 2. Если мы... Еще они показываются случайным порядком, да, если мы обновим опять, видим, 1, 2 поменялись, да, 2, 1 опять, там, 1, 3, и так далее. Я думаю, с этим разобрались, да. Вернем обратную единицу, нажмем сохранить. Перейдем ко второй части, в которой мы будем создавать рекламные ссылки, да. Будь то рекламные ссылки наших партнеров, либо сайтов, схожие с тематикой, либо непосредственно ссылки, которые будут ввести на рекламируемый продукт. Опять возвращаемся в компоненты, выбираем баннер. Для рекламных ссылок мы должны выбрать создать новую категорию. Поэтому создаем новую категорию. Она будет называться рекламные ссылки. Ну, или просто реклама, да. Короче, пишем псевдоним. И сохраняем. Видим, что она здесь появилась. Возвращаемся. Баннеры. И начинаем создавать непосредственно рекламные ссылки для нашей категории рекламы, да. Нажимаем создать. Здесь мы уже не баннеры будем показывать, а непосредственно те ссылки, которые будут выглядеть, как в виде обычных ссылок. Дальше наглядно вы все это увидите. Так что давайте создадим первую ссылку. Ну и имя. Имя должно быть, во-первых, уникальным, во-вторых, подходить к тематике ссылки, допустим. Ну, к примеру, вот так вот, да. Показать баннер нет. Выбираем категорию реклама, выбор клиента, админ, да. URL клика, тот же Яндекс вставляем. И теперь пишем пользовательский код баннера. Сюда прям пишем непосредственно код, любой, да. То есть ссылка, к примеру. Берем. Так, пользовательский код примерно может выглядеть вот так, да. Я пока отключался, чтобы вы не ждали, пока я все пропишу. Соответственно, баннер мы не указываем. И сохраняем. Что в пользовательском коде? Здесь ссылка, якорь ссылки, да. Поисковик Яндекс. И, там, небольшое описание, скажем, да. Сохраняем. Забыли опубликовать. Опубликуем. Идем в расширение менеджер модулей. Создаем еще один модуль. Тот же баннер выбираем, да. Пишем заголовок реклама. Показать заголовок. Можно показать для наглядности. Включим да. Выбираем позицию. Right. Выбираем количество. Сразу. Так как у нас один, он и будет отображаться один, да. В новом окне с навигацией. Клиент баннера админ. Выберите категорию реклама. Искать по тегам нет. Порядок отображения, да. Ну, по порядку. Выбираем текст заголовка. Так же будет присутствовать там, да. Это маленький такой подзаголовок. После основного заголовка рекламы, да. Ну, примерно для наглядности напишем. Наши партнеры, да. И нижний калинтул. Так же можно заполнить. К примеру, да. Реклама. С одной M пишется, что ли. С одной M пишется, что ли. С одной M пишется, что ли. Реклама. Вот. Ну, к примеру, так, да. Нажимаем применить. Возвращаемся на нашу страницу. Обновляем. И видим, да. У нас нижний калинтул появился, да. Описание. Поисковик Яндекс видим, да. Ссылочка. Реклама. Наши партнеры. Это подзаголовок. Я говорил. Реальный поисковик. Это описание, которое мы дополняли. И реклама от Joomla Mix. Это и есть нижний калинтул. Есть еще один нюанс. Для более корректного отображения всего, да. Можно здесь указать суффикс класса модуля. Текст. Нижнее подчеркивание. Текст. Нажмем применить. Обновляем. И видим, да, более корректно стало все отображаться. Наши партнеры. Наша ссылочка. Здесь ссылочка не закрывается, да. Хочу обратить внимание, видите. И еще раз последний момент хотел показать. Сохраняем. Возвращаемся в компоненты. Баннер. Убираем наш поисковик Яндекс. Да, нашу ссылку. Здесь за место самой ссылки, да, можно указать вот такой код. А за место якоря можно указать вот такой код. Который будет автоматически поставлять на это место ссылку, которую мы указали здесь. А на место кода name, да, тега, будет подставлять имя поисковик Яндекс. По большому счету у нас ничего не должно сейчас измениться. Нажимаем сохранить. Возвращаемся на главную страницу. Обновляем. Так оно и есть, да. Но если мы, допустим, к примеру, да, здесь укажем английскими буквами Яндекс, да. Нажимаем применить. Обновляем. Здесь видим, да, русскими у нас. Обновляем. Видим английский. Так что вот так вот с помощью тегов клика URL и тега name можно автоматически подставлять URL нашей ссылки и, соответственно, имя нашей рекламной ссылки на те места в пользовательском коде. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать в этом видео уроке. Надеюсь, было все понятно. Ну, как-то так. Спасибо за внимание. С вами был Димон, сайт jumelmix.ru. До новых встреч.